Как из очень-очень базового проекта построить очень-очень нестандартный дом? Итак, Николай, где мы? Это была маленькая интрига. Пап дай, мам дай, там подай. Что здесь самое главное? Это у нас не просто дверь. Это портал. Я на самом деле такой погреб первый раз вижу здоровенный. Насколько это рационально с точки зрения денежных затрат и получаемой выгоды? Да, имеет смысл сказать стоимость данного проекта. А почему? А почему? А тут еще один маленький сюрприз есть. А что это такое? То есть я уже прямо представил хозяйка, такая, а не идут ли гости к нам? Потому что они очень здоровы, мне невероятно нравится дом и атмосфера у него классная. Изначально это два базовых проекта взятых, объединенных в один общий. И вот здесь мне хочется сказать, все гениальное и действительно просто. Итак, Николай. Итак, Александр. Где мы? Мы находимся в Ленинградской области, в прекрасном, в прекраснейшем коттеджном поселке под названием Саванто-Ярви. Супер. Он находится на Приозерском шоссе, правильно? Недалеко от Приозерского шоссе, все верно, на берегу Суходольского озера. Это озеро находится за лесом, его, к сожалению, сейчас не видно, но мы, я думаю, обязательно до него доберемся. Супер. И мы вышли к одному из домов. Да. Я предполагаю, не случайно. Не случайно, абсолютно верно. Это один из тех домов, которые мы построили в данном поселке. Дом построен год назад. Вот мы буквально год назад начали его реализацию. И спустя это время пустой участок превратился в это великолепное чудо. Итак, всем друзья, привет, меня зовут Александр Кальсин, мой коллега Николай Сагутонов. И у нас новый выпуск на нашем строительном канале АПС ДСК. Сегодня у нас обзор звучит примерно так. Как из очень-очень базового проекта построить очень-очень нестандартный дом. Поехали. Поехали. Я, друзья, сразу скажу, что я знаю, что я ехал в коттеджный поселок Суванта и Арвин, но я не знал, на кой ехал дом. Да, это была маленькая интрига. Это была интрига. И я такой, привет, ух ты, нифига себе, классный дом. А потом я стопорнул, и я понял, что это не один классный дом. Это дом, переход и переход в баню. Да, это целый комплекс. Да, а потом я также понял, что это два самых часто распространенных строительства дома, которые у нас есть. Они просто соединены. Пожалуйста, это дом по проекту Форта 220. Причем, я как вижу, он в самой базовом классическом исполнении. Фактически, да. Это баня, это у нас есть проект бани Миха либо Вени, правильно? Вени, да. Это баня Вени и переход. То есть, что сделал клиент? Он взял один дом, по сути, там, чуть-чуть внес право к нему. Он взял баню. Я так понимаю, что вообще не внес право к нему. Ну, фактически изменил только небольшие габариты, добавил под себя размеры и, собственно, вот, интегрировал его с помощью перехода в общий объект. Слушай, а как заказчик вообще пришел к переходу? Он сразу хотел переход? Или такой, потом, знаешь, когда все строится, такой, блин, надо переход? История была, ну, все начинается всегда с чего? С базовой задачи построить дом. С хочу. Хочу, все верно, да. Но так как у заказчика крайний участок, это крайний участок перед лесом, перед озером. Соответственно, у него очень мало соседей, у него достаточно видовая зона. У него была изначально задача построить и дом, и баню, но не хотелось идти по классическому пути, то есть реализовывать отдельно один объект, потом строить отдельный фундамент, одну баню. Он захотел объединить это все в некий общий такой инженерно-технический объект, который, собственно, мы для него и спроектировали. Все началось с проекта, была поставлена задача, что на одном общем фундаменте нужно разместить и дом, и баню, и обязательно соединить их переходом, которым можно пользоваться круглогодично. Вот, ну и благодаря работе наших архитекторов родился вот этот вот очень классный проект. Ну, на самом деле это круто, потому что обычно, когда люди объединяют дом, баню, они что делают? Это что-то очень сложное, это что-то очень большое и так далее. Здесь просто один базовый дом, просто одна базовая баня, классический переход с односкатной крышей, в котором, кстати, есть погреб, мы потом покажем, как огромные погреба взрываются в землю, и к ним делаются лестницы и так далее. Да, и как функционально можно их использовать. И вот здесь мне хочется сказать, вот все гениальное, действительно просто, все комфортное, я бы так добавил, да, в части архитектуры, все комфортное, реально просто. Просто, просто два базовых проекта, просто переход между ними и все, и это функционально. Берите любые проекты, расставляйте их как вам угодно, делайте переходы, либо не делайте переходы, но так иначе это очень, с архитектурой точки зрения, согласитесь, необычно. Это общая, единая, монолитная конструкция, рост, труб, с плитой, все верно. Все, это у нас закладные, правильно? Совершенно верно. И дренажные трубы и так далее. Да. Так, сразу хочу сделать оговорку, почти каждый клиент спрашивает, точнее не спрашивает, а почти утверждает, у меня нет воды на участке, у меня сухой участок, мне же не нужна дренажная система. Ребят, у нас есть санпинг о правилах водоотведения, о правилах эксплуатации жилых домов, который говорит нам, что дренажная система для каждого дома обязательно. Совершенно верно. Обязательно, поэтому тот факт, что у вас есть воды и нет воды, это не исключает того факта, что обязательно нужно дренажную систему. Каждую весну вода на участке обязательно будет, таяние снега, дождевая нагрузка, ее никто никогда не отменяет, но и обязательно нужно еще учитывать факт локации. Здесь конкретно достаточно близкая вода, водоем, очень огромный, да, водоем. И это дает свои определенные нагрузки и на грунты. Но опять так же не забывайте, что если у вас грунты сухие, да, это не знаю, что... А летом, в жару, когда вы приехали, конечно, они сухие. Да, это первое, да, то есть это оценочное мнение. Во-вторых, нужно понимать, что, ну, как бы, дождик с неба одинаково идет, и здесь нужно дренажную систему объединять с ливневой сточной системой. Ливневым водоотведением, системой водоотведения. И обратите внимание, как сделано. Система водоотведения, она идет внизу, она имеет наклон у нас 2 сантиметра на 1 метр, правильно? Да. И для того, чтобы этого всего не было видно, она спрятана в обшивке дома. То есть, на самом деле, классно, у нас есть ливневка, она выходит из ростверка, она уходит в сточную, и это уходит все куда-нибудь, там, смотровые люки в общую дренажную систему. Кстати, дренажная система находится в конце, рекомендуется размещать дренажную систему, знаете, многие размещают дренажную систему вот там, куда идет наклон по участку. Это классное решение, и, безусловно, оно правильное. Но, вообще, моя рекомендация, вы размещайте дренажную систему там, где вы меньше всего будете использовать участок. То есть, за гаражом, за каким-то техническим помещением, или там, поближе к забору, подальше от входа и так далее. Потому что, ну, вот эти все люки, они все откровенно лишние. Да, их можно распрятать в ландшафтном дизайне, но зачем это делать, если просто можно аккуратно там дренаж увести в сторону? Убирать визуальный шум. Да и шум, и, в принципе, ну, блин, зачем, как бы, под ногами колой и спустя красиво скрытый? Тем более, туда даже лазить-то не нужно. Да. Слушай, а так, у нас здесь брус 180 на 200, у нас монолитная железобетонная плита, мы разобрались. У нас брус 180 на 200 покрашен в такой белый цвет. Пальшивые окна, водосточка, коричневый цвет, это антрацит, да, наверное? Серый, извините, антрацит. Графитовый, да, серый оттенок. И здесь лежит цементно-печаная кровля Брас. Это тоже классно, тоже антрацит и такой вариант серый цвет. Ну, и, соответственно, пластиковые окна премиального бренда Шука, вот, премиального профиля Шука, тоже крашены в серый цвет, ламинированный в серый цвет. Какую бы хотелось, в принципе, дать рекомендацию по поводу, вообще, вот, копировки, да, дома. Многие вот хотят, там, 3-4 каких-то цвета дома включить. Ребят, не надо, 2 цвета для вашего дома, это вполне логично. То есть, если у вас стены одного цвета, да, то, вот, еще моя рекомендация, не выделяйте торцы, это не очень круто смотрится, да? Будет как полосить, очень сильно полосить. Да, будет такой зебра, такая небольшая, такой кигра, знаете, это как в леопардовых штанах по центру Москвы пройтись. Нет, на самом деле, в отдельных случаях это круто смотрится, но в большинстве случаев, то, что я видел, покраска торцов каким-то отдельным цветом, ну, это, здесь, знаете, нужен правильный взгляд. Иногда торцы выделить отдельным цветом от стен, это хорошо, еще раз, иногда, если правильно подбираем цвета, коричневый, серый, но при условии, что там серые будут окна, серые будут подшивы. Все зависит от стиля, от дизайна. Это зависит, да, здесь должен быть правильный подход, то есть, все хорошо в меру, все хорошо в балансе. В балансе, правильно. И, вот, смотрите, здесь все белое, да, и отдельно. Водосточка коричневая, двери, наличники, окна. Серые, серые, не коричневые. Серые, извините, серые. Соответственно, террасная доска и так далее. В принципе, весь дом в два цвета, и поэтому дом смотрится логично, дом смотрится красиво, без каких-либо ненужных излишеств, и это здорово. То есть, я за минимализм вообще, и в интерьере, и в экстерьере. Николай, с какого помещения мы начнем обзор внутренней части дома? Я предлагаю начать, наверное, с самой нестандартной для нас, это переход. Мы можем пройти в дом в него, и потом двинуться дальше. Да. Это у нас не просто дверь. Это портал. Это портал. Для чего нам нужен портал? Какие плюсы от портала? Однозначно, очень большой проем дверной, как минимум. То есть, сюда можно что-то крупногабаритное занести, эксплуатировать комфортно, вынести большой обеденный стол, какую-то уличную мебель. Вообще, в принципе, комфортно функционировать большие дверные проемы. Ну и, конечно же, отсутствие каких-то перегородок, перемычек, большое количество света. Но это классно, здорово функционально. Ну и он не открывается, да, он у нас не занимает места. Да, не занимает места просто отварная спорта. То есть, если тут решат поставить столик для чая и так далее, стулья, то есть, соответственно, вот эта дверь расплошная, она не будет занимать места ни внутри, ни снаружи. Да, это фактически закрытая терраса превращается в открытую террасу. Открыв дверью. Но в нем есть один минус. Он дорогой. Он раза в 2,5-3 дороже, чем обычные окна. Ну, это единственный минус этих вещей. Это единственный, кстати, да, к слову, минус, который бывает. Так, мы находимся в переходе. И мы понимаем, что у нас переход с односкатной крыши. И сразу, кстати, да, друзья, здесь ремонт, правильно, сейчас идет? Да, здесь еще идет... Рабочая обстановка? Да. Что здесь самое главное? Необычное. Самое главное, самое необычное, это точно. В этом переходе отдельно реализован подземный погреб. Причем прям здоровенный подземный погреб со своим как-то... Ля-парадная. Да, с отдельным лестничным маршем. В Питере, что говорите, ля-парадная. Я на самом деле такой погреб первый раз вижу здоровенный. Мы разные погребы делим. Но этот, ну, ребят, что понимали, это все... Литая пластиковая конструкция, да. Это все, летая пластиковая конструкция. Это корпус погреба. Он просто огромный, он просто огромный. На самом деле здесь удобно не только хранить овощи, но и заложников. Я вам клянусь. Смотрите, особенность погреба. Погреб обязательно монтируется системой вентиляции. Обязательно должна быть система вентиляции. Полок здесь не так уж и много. На какую глубину, Николай, подскажи, он заложен? Порядка двух метров. То есть он... Нет, 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 здесь прям больше двух метров. Больше? Четыре? Здесь есть трубы под вентиляцию. Все это пластик. Он находится однозначно ниже глубины промерзания. Соответственно, чтобы не деформировался в межсезонье. Никоим образом температурные режимы на него не воздействовали. Да, на самом деле он огромный. Это литой пластик. И утеплен он в формате сэндвич-панели. То есть пластик. Дальше у нас идет утеплитель. Утеплитель и снова пластик. Утеплитель полиуретан. Самый такой энергобезопасный. Я часто слышал следующие вопросы. А вот пучение, грунт и так далее не коробит, не оказывает ли бы какого-то давления на пластик. Во-первых, нет, потому что сами стены теплые. У них 50 в среднем миллиметров. Это утепление экструдированным пенополистиролом. Во-вторых, погреб находится гораздо ниже глубины промерзания. В Лен-области и Московской области губное промерзание примерно одинаково. Она начинается, у нас есть тоже с НИП. Она начинается от 0,7 до 1,7 заканчивается. Теперь предлагаю переместиться в банную часть этого объекта. У нас, помню, у нас справа дом, слева баня. И самая главная фишка бани, это опять портал. Это опять портал, он здесь без ручек. Портал и окна в бане направлены на лес. Ну и, смотрите, вот эту штуку первый раз я увидел в Финляндии. То, что в каждой бане должна быть своя кухня. Она должна быть на зоне барбекю. Она должна быть внутри каждой бани. И, в принципе, вообще Питер такая маленькая Финляндия. Поэтому, ну, конечно же, как здесь можно было обойтись без какой-либо кухоньки. Обязательно небольшая кухонька должна быть. И еще в банях обычно в Финляндии постирочные размещают. Здесь есть постирочные в этой бане? Здесь, насколько я знаю, постирочная предусмотрена. Вот непосредственно вот эта вот отдельная зона. Выделена под установку стиральной машинки, сушильной машинки. Ну и каких-то дополнительных там. Ну и понятно. То есть, в принципе, здесь постирочную и стиральную машинку. Сушильную машинку разместили. В техническом помещении это у нас зона для гребенок, которая распределяет теплую воду, холодную воду, собственно, по всему дому. По планировке. Здесь есть большое помещение с окнами, которые смотрят на лес. Здесь есть вот такая печка, для того, чтобы в бане было тепло. Здесь есть технический выход на улицу. Не знаю, не уверен, что он обязательно нужен, но... Я так понимаю, это санузел, потому что мы видим закладные. Ну и, разумеется, душевая и сауна. Помещение здесь под сауну огромное. Ребят, никогда не забываем то, что в любых мокрых помещениях, либо даже в тех помещениях, где может быть влага под конденсатом, обязательно должен быть трап. Здесь трап предусмотрен. В бане всегда должен быть трап. Даже в том помещении, если там финская баня, сухой пар, все равно обязательно делайте трап. Это как минимум даже удобно для уборки. Это как минимум удобно для уборки. И возможно, будет делать систему вентиляции. Это не обязательно, и я бы даже не сказал, что рекомендуем. Нужно, потому что если у вас очень крутая будет система вентиляции, то в бане вы не добьетесь высокой температуры. Ее нужно искусственно перекрывать. Ну, так или иначе... А тут еще один маленький сюрприз есть. Ага. А что это такое? Это ведерко для поливания. Так, ну мы сейчас, наверное, не будем его тестировать, разумеется. Тестировать не будем, но как минимум это достаточно интересная идея. Не просто висящее ведро с холодной водой, а емкость, спрятанная в потолке, по сути, которая ненавязчивая, но при этом набирается, и можно в любой момент выйти и окатить себя ледяной водой. А теперь переходим к водным процедурам. Да, хорошо, хорошо же. Душа любого загородного дома – это не сам дом, вопреки не менее. Душа любого загородного дома – это мангал, либо какая-то уличная кухня, либо еще что-то, баня обязательно. Ну, а теперь, наверное, пройдем в сам дом. Пойдемте. Знаете, как говорят, что люди не строят дом ради дома, люди дом строят вокруг бани. Поэтому, наверное, в данном случае так оно и есть. Николай, где основной вход в дом? Основной вход, который эксплуатируется зимой, находится здесь. Это тамбур-прихожая, достаточно широкая, большая, для того, чтобы разместить какой-то шкаф для верхней одежды. Супер. Мы входим, у нас сразу лестница на второй этаж, большое помещение. С пространством второго света. С пространством для второго света. Здесь есть камин с вытяжкой. На самом деле, помещение, опять же, всегда второй свет, увеличивает объем совершенно любого дома. И у нас, получается, помещение гостиной, оно отделено от помещения кухни, правильно? Да. Это гостиная зона, зона отдыха, проведения времени с семьей. А здесь у нас кухонная, обеденная зона непосредственно. Здесь есть барная стойка вместо стола, правильно? Все верно. Значит, здесь есть кухня, окно кухни на уровне подоконника, как это обычно происходит. Кстати, тоже очень классное, интересное стилистическое решение. Варочная поверхность, и перед этой варочной поверхностью расположено окно. То есть, хозяйка может наблюдать со всех сторон. Для чего? Для того, чтобы знать, когда к ней приходят гости. То есть, я уже прям представил хозяйку, такая, а не идут ли гости к нам? Ходят и ходят, ну прям. Слушайте, на самом деле, что мне действительно не нравится в кухнях для загородных домов? Обычно кухня для загородного – это какие-то здоровенные кухни. Они всегда большие, они всегда больше, чем в квартирах. И вопрос, а зачем вот верхние шкафчики? Я так не люблю верхние шкафчики, потому что они неудобны. Зачем верхние шкафчики, если, ну, тут действительно можно много всего, как бы, хранить и так далее. Я против верхних шкафчиков, потому что это неудобно. Особенно, если у вас есть дети. Это, знаете, вот это вот, вечно взял стул, потащил, забрался, там, бросил где-то потом эту кружку и так далее. Я не знаю, просто мой инсайт лично, лично, потому что верхние шкафчики, там, где у вас площадь кухни позволяет разместить большую кухню, не нужно оставлять, особенно, если у вас есть дети. Потому что это просто неудобно для самостоятельного использования детьми. Иначе вы будете постоянно слышать, «Пап, дай! Мам, дай! Там, подай!» «Мам, мам, 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 мам», И так далее. Поэтому, маленький инсайт. Лестница должна выглядеть легко. Вот у нас любовь есть к бетонным лестницам, а они вообще легко не выглядят. Да, здесь очень стильно, очень воздушно и однозначно она гармонично вписана, хоть здесь еще и не до конца сформирован весь внутренний дизайн, потому что не хватает мебели, не хватает каких-то акцентов, но тем не менее уже видно, какое стилистическое направление взял заказчик. Однозначно что-то такое вот приятное, легкое, воздушное, ненавязчивое, нераздражающее взгляд. Это круто, это здорово. И у нас на первом этаже есть две спальные комнаты, правильно я понимаю? Все верно, две гостевые комнаты. Две гостевые комнаты, две спальные комнаты и санузел, разумеется, который должен быть. Конечно же. Ну и сердце каждого дома, да, это инженерный узел, инженерная зона, где располагается все котельное оборудование на весь объект. То есть в банной зоне у нас в техническом помещении располагалась отдельная гребенка, от которой подключается все водяное оборудование в бане. Но вся зона основная инженерная, она располагается здесь. Здесь мы можем видеть два котла, один электрический, другой газовый, один основной, другой резервный. Насосная группа, бойлер косвенного нагрева, который непосредственно готовит всегда достаточный объем горячей воды для эксплуатации здания. Ну и система гребенок, система фильтров. Николай, поскажи, ты опять говоришь про два котла, один газовый, один резервный, электрический. Я на самом деле в последнее время вот такую-то сообщу наблюдаю, что все ставят электрический котел. Это дороже, чем если ты ставишь один котел? Конечно, это все непременно дороже, потому что как минимум приходится покупать два котла. Тогда какая выгода? В чем выгода? Ну, самое простое, самое базовое решение, каким образом заказчики это обосновывают для себя, каким образом мы это обосновываем. Например, когда человек строит дом, он, естественно, хочет начать его эксплуатировать как можно быстрее. Построил, сделал инженерные коммуникации, сделал отделку, заехал. Подключение газа бывает достаточно по времени сильно затягивает. Это дольше, чем сам факт строительства дома. Потому что дом в полной готовности, можно построить за год, мы там за 4-5 месяцев. А как поселок в среднем до 6 лет ведут? Совершенно верно. Поэтому ставится электрический котел, в этом случае заказчик может полностью эксплуатировать всю систему. Вся система отопления, водоснабжения делается на жидкостном источнике. Подключается электрический котел и дом запускается в эксплуатацию. В перспективе, как только появляется газ, ставится дополнительный газовый котел. Электрический становится резервным на случай... Ну, допустим, авария, на сутки отключили, а на улице минус 20. Что-то случилось, да. Но основной источник уже переключается на газ. Но при этом, пока человек ждет газ, всегда дом можно эксплуатировать, его не дожидаясь. Слушай, а вообще во втором случае, если есть уже газ в доме, который строится, есть ли смысл делать второй котел? Насколько это рационально с точки зрения денежных затрат и получаемой выгоды? И это может быть рационально в том случае, если поставить какой-то автономный генератор. Дизель-генератор, электрический генератор и еще что-то. Бесперебойник, возможно. Совершенно верно. Какой-то отдельный источник, который может подключаться к электрическому котлу. И точно так же держать дом в рабочем состоянии, без каких-либо внешних сетей. Я сейчас небольшую историю расскажу. Как это было в одном из наших домов. Отключилось электричество на два дня. В доме никого не было, система разморозилась. Хорошо, что было не так холодно и проблем никаких. Бывает такая штука, что не всегда, когда опять появляется электричество, газовый котел нормативно начинает работать и опять продолжает отапливать дом. Он может не включиться. И эта проблема не только, кстати, дешевых газовых котлов, но и дорогих газовых котлов. Потому что электричество было, был где-то перепад мощности. Да, и как бы у него программа сбилась. Автоматик не сработал и все. Да, поэтому все-таки, наверное, ИБПшку точно ставить рекомендуется. Автономия в доме, это хорошо. Она недорогая, кстати. Она недорогая. Вот второй свет. Я всегда рекомендую второй свет, это очень круто. Это очень круто, это очень воздушно, это очень светло. В загородном доме и не сделал второй свет. Да. Дело вкуса все непременно, это дело вкуса. но это очень стильно это очень круто так еще одна необычная штука которая сейчас только сейчас на самом деле увидел еще одна стиральная комната нужно втором этаже на втором обычно очень часто почему отец простой смотреть на первом этаже есть на первых уже да а почему потому что ну как большая часть белья постельный белье все самое тяжелое она именно здесь конечно здесь основные спальни находятся да это чтобы знаете вот этот ты набрал кучу белья она либо лежит в корзине и ты пошел вниз там куда-то совсем эти белье мотаться нет ты прямо вот зашел в соседнюю дверочку бросил сюда потом бросил сушиться сюда и опять горит санкт-петербург максимально близко к финнам везде кухня везде кухни где можно финны финны везде делают кухню где можно установить и в ленобусе везде кухню где можно установить ну да и опять же у нас по гардероб гардероб классный гардероб очень зале очень здоровыми невероятно нравится дом и вот атмосферу у неё классная мастер спальня мастер спальня конкретно здесь мастер спальне ограничивается спальней зоной и отдельным хозяйским санузлом да что с мастер спальне это сама комната санузел и гардеробную но так как гардеробный находится рядом хозяин решил гардеробную себе отдельно не реализовывать но здесь за А при этом огромная, великолепная, очень крутая ванна. С видом, с видом на улицу. Окно в ванной это очень круто. Да, и на самом деле сейчас вообще любят окна в ванной, окна в туалете и так далее. И раньше был такой вопрос, как я же в ванной, а там же окно, и меня же, наверное, видно. Я говорю, ну если на вас смотрят, вы еще в форме, поэтому не расстраивайтесь. Поэтому можно такого комплимента сказать, раз вы решились на такое решение. Поэтому вот. Да, ну и жалюзи, шторки или еще что-то. Кстати, влагозащитные жалюзи самое классное решение для темного времени. Либо еще как альтернатива, когда заказчики спрашивают, а как же, мы хотим, вроде как хотим окно, но при этом переживаем все-таки, что кто-то будет на нас смотреть. Существуют пленки, оконные пленки, специальные светопропускающие, но не пропускающие, то есть они не зеркальные. Это тоже как один из вариантов решения. Здесь конкретно прозрачные стекла, но можно нанести такие пленки на стеклопакет, и свет попадать будет, а видно никого не будет. У нас на втором этаже одна спальня, мастер для хозяйская. И, разумеется, две, наверное, это детские спальни с отдельным своим санузлом. Если у вас две девочки, обязательно нужно две раковины. Если у вас мальчики, девочка тоже, потому что девочки это капризные дамы, я точно знаю, им надо, чтобы все было у них свое, отдельное, чтобы никто больше не трогал. И, опять же, это стоит недорого, место занимает и немного, классное архитектурное решение. Это устанавливается один раз, но при этом очень функционально. Да, это устанавливается один раз, и это вот в случае, говорится, и дети, особенно девочки, это очень актуально. Так, еще одна спальная комната. Еще одна спальная комната. То есть, в принципе, классический дом, дом площадью 220 квадратных метров, две гостевые на первом этаже, три спальные комнаты на втором этаже. Получается, раз санузел, два санузел, большая кухня, большая гостиная, большой второй свет, огромные окна, обязательно смотрят на лес, и это очень круто, этот участок крайний, он максимально близкий к лесу. Раньше мы всегда, когда снимали свои ролики, мы говорили, ребят, давайте вопрос цены не поднимать, потому что, если мы говорим о вопросе цены данного дома, либо баню вот здесь и сейчас, нас потом через два года схожут, он у вас же столько стоил, я вот ролик посмотрел недавно, он же у вас стоил 5 миллионов, почему сейчас 7 миллионов стоит? На самом деле, мы сейчас, например, поднимем вопрос о цене. Да, имеет смысл сказать все-таки стоимость данного проекта. Да, во-первых, потому что это буду спрашивать по-любому. Во-вторых, потому что, на самом деле, это интересно, и цена здесь, она более чем... И, собственно, то, с чего как раз-таки вы начали наше видео, это базовые проекты, то есть изначально это два базовых проекта, взятых, объединенных в один общий, и реализованы в таком невероятно классном, стильном, индивидуальном решении. Но базовый проект, да, если мы говорим о форме... Да, то есть базовый это что значит? Во-первых, он много раз отработан, это, во-вторых, на него лучшая цена, потому что он много раз отработан. В-третьих, этот дом, который выбирает очень большое количество людей, строится гораздо чаще, чем другие, потому что он еще раз много раз отработан. И, в принципе, это классические архитектурные полезные формы и в эргономичности, и в экстерьере, и в интерьере, и так далее. У нас дом Форта, сколько он сейчас стоит, Николай? Порядка 8-8,5 миллионов, это... Теплый контур. Теплый контур, да. Это без отделки, без инженерии, без ничего. Совершенно верно, это фундамент, это стеновой комплект, это кровля и остекление проекта. Баня в Вене, сколько у нас стоит? Порядка 5 миллионов. Опять же, все индивидуально, в зависимости от... Ну да, здесь мы видим, здесь есть фасадная отделка, здесь достаточно высоко поднят соколь, дренажные системы и так далее. Это опциональные вещи. Переход, помнишь, сколько стоит? Сложно сказать, потому что это все общая смета, общий объект, общие объемы. И самое главное, погреб. Сложно. Слушай, погреб сразу говорим, делали не мы, мы приглашали, как бы не мы приглашали. Там клиент приглашал суподречку, мы делали только под него монолитное основание, там с фундаментом связывали и так далее. Кровельную часть на колон, да, ну там где-то миллионов два, наверное, это все обошел. Погреб, да, обошелся? Ребят, вот примерно, вот, соответственно, такой чек, завод и роддом, и я считаю, что для такой архитектурной стилий, и здесь суммарно-то площадь достаточно большая получается, тут там за 350. Это очень функциональный объект, то есть здесь место для большой семьи с огромным количеством друзей, знакомых, периодически приезжающих более чем достаточно. Это очень классно, очень функционально и очень стильно. Итого, мы смотрели сегодня два базовых проекта, которые объединены в один невероятно необычное архитектурное решение. Это дом форта от 8,5 миллионов рублей, это баня Вене от 5 миллионов рублей, и переход между ними просто бесценен. Николай, спасибо тебе большое. Спасибо вам, Александр. Друзья, вам всем классное настроение. С вами был Александр Кальстин, Николай Сагутонов, руководитель офиса в городе Санкт-Петербурге. Поэтому ждем вас и ваши комментарии, и смотрите все следующие ролики от компании PSD-SK. Пока-пока. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова